Во что выльется ручеек? Ноябрьский детский сад под таким названием вот уже полгода, как закрыт на капитальный ремонт. Напомню, это не совсем обычное образовательное учреждение. Здесь обучаются дети с нарушением зрения. Сейчас, говорят строители, основная часть работ уже выполнена. Однако в установленные сроки уложиться вряд ли получится. Почему? Узнавал Кирилл Мигель. Вот так ручеек выглядел еще прошлой осенью. А эти кадры сделаны буквально вчера. Ловкость рук строителей и никакой магии. На комплексный ремонт детский сад стал летом 2012-го. Истекли полгода, а подрядной организации уже есть чем похвастать. Сантехника у нас, в принципе, завершена процентов на 80. Электрика делается, ну тоже процентов 60 уже сделано. Вентиляция осталась у нас на кровле и оборудование в подвале. А поэтазно уже все проведено. Капитального ремонта здесь не было еще ни разу, говорит начальник департамента образования Надежда Гудкова. И это при том, что детский сад ориентирован на детей, у которых есть проблемы со зрением. Конечно, поддерживать учреждения в более-менее пригодной, так сказать, форме старались. Но косметический ремонт – своего рода грим. Он лишь скрывает недостатки, а не устраняет их. Мы сохраняем всю аппаратуру, которая есть. Мы ни в коем случае не будем менять статус этого образовательного учреждения. И, соответственно, как внутри помещения, мы пытаемся сохранить и сохраняем все, что требуется для медицинского обеспечения этих детей. И, соответственно, на улице все уличные комплексы будут согласованы с Роспотребнадзором и соответствовать всем санпиновским нормам именно для таких детей, которые посещают этот детский сад. Особая тема – нормы Роспотреб и Госпожнадзоров. Чтобы соответствовать им, пришлось расширять дверные проемы, приводить в порядок электропроводку, полностью переделывать пожарные выходы. А когда вместе с потолочком, вместе с полами будет все это в уровне соблюдается, все будет нормально, я думаю, будет хорошо. На стадии завершения черновая работа на благо подрастающего поколения трудятся кафельщики и маляры-штукатуры. Работу подрядчика контролирует дирекция муниципального заказа. Проверки здесь – дело привычное. Это и не мудрено – 96 миллионов бюджетных рублей. Именно в такую сумму изначально оценивался капитальный ремонт детского сада. Правда, во что этот ручеек выльется в конечном счете, пока сказать трудно. Изначально в смете не были заложены средства на ремонт кровли и наружных теплосетей. А это тоже немалые деньги. Когда не было демонтажа, кажется, все было нормально. Только провести такие конкретные работы, ремонт и все. А когда раскрыть, тут нужно было и укреплять плиты, и разбирать перекрытия, и саму кровлю, видите, тоже была в плохом состоянии, что пришлось сделать всю кровлю нам сейчас, изменения в проект вносить. И, в общем-то, очень много дополнительных работ возникло. Но мы все это порешали с подрядчиком и нашей организации. И думаю, все нормально, хорошо будет. Вопрос лишь в том, когда. Сейчас строители заканчивают фасад, однако завершить работу не позволяет все та же кровля. Оформление документов, подготовка проекта. В общем, приступить строительная фирма смогла совсем недавно. А на ее ремонт уйдет месяц-полтора. По контракту закончить капремонт здесь должны уже в июне. Однако, говорят строители, с учетом дополнительных работ это просто физически невозможно. Свои двери детский сад «Ручеек» распахнет не раньше, чем этой осенью. Кирилл Мигель и Александр Иванов. Новости нашего города. Однако в департаменте образования все же надеются, что работы будут завершены в срок, так как уже в мае отремонтировать планирует еще один детский сад «Золушку». Прогнившие оконные рамы, обшарпанный фасад капитального ремонта здесь не было еще ни разу со дня основания. Более-менее приглядном виде учреждения стараются поддерживать сами педагоги. Конечно, если с ручейком в установленный срок справиться не получится, а именно туда планировали перевезти часть детей из «Золушки», их разместят в других дошкольных учреждениях. В летний период мест в ноябрьских детских садах предостаточно. Однако сама по себе, говорит Надежда Гудкова, практика сдачи объектов, позже оговоренной даты, традиция не из лучших. Мы хотели бы думать и надеяться на то, что своевременно откроется детский сад, поскольку на стадии рассмотрения другой детский сад мы закрываем на капитальный ремонт «Золушки».